мой мега вкусный обед посмотрите какая красота пицца домашняя но это не на лаваше это тесто песочное тесто на масле и салатик ну красное море но тут видите перец зеленый попался местами поэтому уже не красное море в общем здесь два перца помидоры череп чеснок пачка сыра крабовые палочки две пачки по 2 в ряд майонез вообще очень вкусно всем приятного аппетита всем приветики друзья начинаем новый блок выбрались мы на улицу погода такая не очень уныло как-то пасмурно так прохладно ну что делать конец декабря до хочется какой-то зимы новогодний но как есть проходим мимо театра тут какие-то такие поделки все сверкает интересные такие симпатичные здесь вот у нас сказка лесная какие-то снегири и так понимаю это сами делают они здесь так ладно что тут еще у нас интересного такая елочка подойдем сейчас поближе на пахнет даже чем-то таким это по районам написано район и по районам делают краснопольский он район в прошлом году было то же самое так ладно сани какие-то эко елка все на и пахнет как ни странно вот это вот эко елка олень такой ладно пройдем пройдем немножко на советскую площадь а я смотрю вроде нет никакой елки еще какие-то елки черриках написано это даже не елка это так что-то такое типа какая-то зверидла ну наверное дракон имелся ввиду ну что может и похоже веселый дракон из дребина мстиславский район костюковичский район это что-то такое только такой непонятный выховский район чащики такие прикольные мы в этом месяце уже болею второй раз ну как вот эти все простудные уже там все здесь ходит вот это вот я обычно в декабре как бы никогда не болею так уже ближе к весне там да а тут как-то никита принес вот там сейчас потому что ходит не были каникулы в декабре но в прошлом году не было как-то феврале в этом декабре что такое вот и он гулял по три по три с половиной часа как бы ну погода не очень было и мокро было ноги у промокли такой и никогда не носит перчатки они у него лежат в кармане я уже просто устала ему об этом говорить это какой-то ужас просто мне жарко говорю как зимой может быть жарко ну короче ну невозможно тоже естественно вот это все у него началось перегулял перемерз и принес всем это вообще потом саша от него тоже мы вышли уже с не гулять сашей вместе вот я тоже ну как я стараюсь это не запускать дело как бы то надо постоянно что-то делать как я лечусь я уже говорил много пить потому что если это какой-то вирус то надо вымывать пью морс клюквенный клюкву разморозила вода чай ромашковый пиликс мяту чабрец вот именно свежую травку посушили вообще замечательно то есть пить 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 и на ночь растирать уже не горчичник стали раньше горчичник сейчас растираю ноги водкой носки и грудь и горло водкой растереть и какой-то там шар положить на ночь вообще замечательно вот реально тут вы уже почти одна ночь и все нормально саше купили вот этот вот аквамарис промывать тоже очень хорошо постоянному промываю сейчас ветер такой подул на меня не слышно сейчас продолжу здесь так ветрено вот на советскую площадь пришли и елки нет в прошлом году здесь была елка небольшая но было в этом году нет где тут ветра не так не такой сильный ну а никита не хочет лечиться и он это постоянно приносить что-то чай там пить ну блин и тушу большой но возьми ты сам что ты делай нет не хочет и пошел конечно же на справку пошел к врачу ну потому что выходить как раз каникулы закончились выходить он еще совсем простужен и ну зачем куда вот пошел значит на справку и врач выписала ну там брызгалку купили там какой-то там и были какие-то брызгалки для горла еще какую-то купили и выписала г-3 на третий день пить антибиотики если не пройдет антибиотики никита пил наверно в детском саду когда был очень очень давно много-много лет назад последний раз бил антибиотики но пришлось купить в общем купила младшему брызгалку старшему брызгалку для горла антибиотики эти вот все вот лекарства до 66 рублей это вообще ужас и грудить его так дорого обходитесь на самом-то деле ну правда лучше делать дети да это большая статья расходов сам как-то такими с подручными средствами все это там водку маленькую бутылочку купить для растирки вот пить и все и принципе и все как бы это же особо горло не брызгало там ингалипт был там чуть-чуть побрызгалами как-то так ни о чем а дети это да это конечно лечить кафешки так тоже красиво украшают некоторые кафе красиво так украшены найдем сейчас там еще одна елка поставили который не был вообще никогда не было так даже никит за елка и посмотрим сейчас принимаем там даже какое-то целое представление музыка какая-то возле этой елки что-то люди какие-то уже ларьки подкрывались какие-то с попробуем поснимать здесь а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Играла громкая музыка какая-то такая, пели там, поэтому пришлось накладывать озвучку В общем, погуляли, теперь идем, как всегда, в магазин Всегда надо идти что-то покупать из продуктов, постоянно Елки на каждом шагу получается, но все равно говорю, вот это мне нравится больше всего Небольшая такая уютненькая елочка на площади Звездочет Набрали что-то целую телегу, помидоры черри взяли для салата И шпинат взяли, потому что не было что-то ни перца, ни огурцов соленого Пришлось брать шпинат для салата Ладно Так, сейчас буду пить морщик клюквенный Сделаю себе И вот так вот брызгалку показываю Вот это так ломает, что мы Саше покупаем Она такая достаточно большая Сколько здесь у нас получается? 150 миллилитров 27 рублей почти она стоит И вот недавно покупали точно такую же И использовали чуть меньше половины Я смотрю, она пустая Думаю, что такое? Мы же не могли так выбрызгать В общем, он когда находился в кухне Здесь она на кухне стоит Один Он берет вот это вот, открывает и просто брызгает Это спрей вот так вот Нажимает сюда И вот так вот И вверх оно так брызгает И ему вот это вот развлечение Он пока что в своих пакостях признается Да, это я сделал такой довольный Ну что с ним сделать? Пришлось идти и новую покупать Пока греется моя вода для морса Ну я ее скипятила, она остыла совсем Немножко решила подогреть Хочу рассказать, какие фильмы посмотрела Давно не рассказывала Смотрела фильм-сериал Джуна Очень интересный Там играет Кирилл Киаров Главные роли и Лаура Киасаян Джуна играет Ну вот кто знает Это вот такая вот ясновидящая была Там она, ну маг, можно сказать Джуна Ну как бы она умерла в 2015-м, по-моему, году В возрасте 66 лет 66 лет Ну вот интересно Я даже в Википедии про нее прочитала Ну очень интересно Она людей лечила Там могла предвидеть все Там как бы, ну такая, да Вообще реальный такой персонаж И вот фильм снят как бы про нее И знаете, вот сначала как-то смотрелось так, ну нудновато Как-то, да Потом я смотрелось, не могла оторваться Очень интересно Вот, а сейчас я смотрю фильм-сериал Вообще потрясающе Ну когда есть время Во время там готовки Там еще там что-то такое Называется Отцы Обалдеть, как интересно Это просто вот Было бы время Так вот сел бы И смотрел бы Сериал, значит Там, получается Угнали самолет В самолете была Волейбольная команда Девчонок 18-18 лет И их похитили Ну вот эти исламские радикалы Что-то такое Кого-то там бордель Кого-то там на ринг Кого-то там еще куда-то На органы Ну вот, да И отцы взялись их искать Там отцы такие непростые Там со спецназ Контрразведка Там один друг Хакер какой-то Айтишник Другой еще Там тоже какой-то Боксер Там криминальный авторитет Ну такие непростые отцы Ну все равно Фильм поэтому и интересный Смотреть просто не оторваться Очень рекомендую Новый современный фильм Обязательно посмотрите Отцы называется Время, начало 12-го У меня какой-то ночной дожор Такой вот салатик Шпинат Что я вот показывала Помидоры черри Крабовое мясо Сыр Чеснок И майонез Обалденно вкусный салат Шоколадка какая-то осталась Стала подарка Сладкое особо не ем Но когда-нибудь хочется Вот такой вот Смотрим такой шоколад Он и так вот выглядит Вот такой вот Очень даже ничего Можно с морщиком После салатика А на с вами день следующий Смотрите какие красивые птички На что это похоже Жар птица, наверное Он еще одна елка Такая Ну это дерево Такое она здесь Нет, ну не дерево Елка, но тут наряженная Всегда Идем мы в магазин В Евроопт И вот Такие вот Люди становятся Или снимают Мимо Красивые тоже И мимо этой елки Идем Еще раз подойти к ней Поснимать Это Косте на работе Дали Такую подарочную Карточку там На 30 рублей Сходить в Евроопт Или там Ну 30 рублей Это где-то 10 долларов Чтобы вы понимали Но но все равно Сходить Потратить Ладно Идем мимо елочки Что-то пожарная поехала Потом милиция за ними Что-то где-то происходит А мы тут проходим Мимо елочки Такой Красивенькая Какая большая елка Это вообще Очень большая Все фотографируются здесь Возле этих часов Мимо проходим Я при на каждом шагу Какие-то светящиеся штуки Не, ну что, прикольно Там Елочки какие-то Еще что-то Это что, типа велосипеда такого Ну ничего Так, ничего Деревья тоже такие симпатичные Цветные Ну вот что мы купили в Евроопте Показывали Здесь цены, конечно, настолько все дороже Чем грошики Это вообще Помидоры, например 6,5 рублей Грошики 4,5 рубля Перец 1,5 рублей Ну ладно 64 рубля за что? Ну 30 рублей Этот подарочный Поэтому обошлось Все в 34 рубля Показываю этот салат Еще раз Ну я просто влоги снимаю Вот мы в течение недели Нарезками, да Это третий салат Вот за неделю Ну вот за этот влог Вообще реально классный салат Купили в Евроопте Какой-то такой Ну я чай не покупаю Я стараюсь покупать Такие вот чайные напитки Вот этот вот такой вот Вкусный Очень вкусный Мне понравился Он тут Где тут еще он состоит Непонятно Короче здесь Лайм Либо лимон И имбирь Вообще вот конкретно Такой лимон Имбирь Очень вкусно Мне понравился Ну этот вот такой Чайный напиток Что тут у нас Здесь тоже было читало Написано Тоже неплохой такой А вот Гибискус С малиной Ароматом Фейхуа Тоже ничего Такой нормальный Вот что-то закупились Разный чай А вот Сочный лайм С яркими переливами Пряного имбиря И легкой сладостью Лемонграсса Вот да Вообще классненький Только в Евроопте Такой чай видела Потому что вот этот Например Вот этот вот С малиной Он раньше был вкусный Сейчас он такой Бледный-бледный То есть вообще Какой-то Обы что Вот этот вот Гринфилд Ягоды телесные А это уже какая-то химия Честно Откровенно говоря Ну этот Никита пьет Вот этот Я покупаю Чабрест Туда добавляю еще Ну и такой Костя кофе пьет Я кофе не пью вообще Зашли в Атриум Торговый центр Чтобы поиграть В автоматы Ну давно Они хотели Это сделать Ладно Пусть играют Здесь еще Какой-то новый Такой автомат Появился 50 копеек стоит Одни дракончики Мне вот этот вот Нравится Зелененький Классный Такой Он так не очень Хорошо лежит Его достать Будет сложно Все Начинать Игра Стой Не жми Нет Нельзя Пока Саша Уже Один раз Нажал Ааа Блин Жаста Какая Да Ну да Может в этот Попробовать Поиграть Пытка Номер Три 50 копеек Это лохотрон Самый настоящий Лохотрон Ну что Попытка Попытка Номер Четыре Я тебе Смотрю Присмотрите Еще Внимательнее Ну видите Оно Просто Срывается А все На эти Игрульки Ушло Целых Два Рубля Долгу Но как по мне Это Самый настоящий Лохотрон Вот правда Тут фитрис вообще Невозможно Людей конечно Здесь вообще 25 декабря Я снимаю Даже присесть Некуда Очень много Мы решили Чай какой-нибудь Сейчас взять На основе Пюре Очень вкусно Посидеть негде Писали Чай На основе Пюре Малиновый Малина Маракуй По-моему Мы все Хочу На Валбрис Заказать Такой чай И пока Никак Ну он стоит Это Рублей 25 У нас получается Литр По-моему Вот это Пюре Но это Очень вкусно Конечно Народу Очень много Но мы нашли Место Где присесть Посидеть На такой Барной стойке Взяли чай И Костя пошел За бургером Каким-то Для Саши Ну когда-нибудь Можно О, как здесь Людно Ну в принципе В этом тоже Есть моя прелесть Такая суета Костя принес Бургер Какой-то Показываем Показывай Спасибо Просто бургер Ну давай Распаковываю Такой вот Бургер Получается Конечно Такое себе Какая-то Кашета Бурка Курица Капуста Ну на 2,80 Он стоит Чай 3,80 В общем Саша Сказал Что этот Бургер Он есть Не будет Что это Какая-то Фуфуфу Не понравился В общем Ребенок Такой Есть Не будет Я думала Что все Дети Такой Видят Не все Не все Спасибо Продолжение следует...